Основной темой прошедшей недели была снежная зима в Украине и объемы снега, которые на нас всех свалились. И где это глобальное потепление, которое нам все так обещают. Прошлая зима мне понравилась, в Киеве вообще не было снега, а сейчас вот, мне кажется, сразу не за две, а даже за три зимы навалило. И в принципе, надо сказать, что справляются довольно неплохо коммунальные службы. Ну, мы понимаем, что такой объем, это довольно-таки большой объем. Я даже отдельно снимал видео, как убирают город. Принимали различные меры, например, в Киеве закрыли садики и школы на два дня. И эта мера отчасти тоже сработала, то есть меньше людей повезло, детей в школу на автомобилях. И таким образом дороги были немного более разгружены от трафика. Хотя трафик довольно-таки большой, но в то же время пробок было даже, мне кажется, в пятницу меньше, чем обычно. Ну или столько же. И это несмотря на то, что треть полос была занята снегом. То есть дороги расчищали, но все расчистить в таких объемах невозможно. Поэтому, в принципе, мне кажется, можно поставить оценку чиновникам удовлетворительно. Они всю неделю постили, постили по поводу того, сколько техники убирают на улицах. Причем это происходило по всей стране. Мне кажется, вот такой вот инфоповод, когда вываливается куча снега, это самое отличное время для чиновников. Потому что если он не будет постить о том, чем они занимаются, люди могут подумать, что они ничем не занимаются. Как же так? Чиновник не показывает работу. Ну, в общем, наверное, в следующей неделе тоже будет такой же инфоповод, потому что зима не собирается отходить. ЖКшечкой этой недели будет ЖК Хоффман Хаус от Столицы Групп. Это уже завершенная ЖК, и квартиры там купить от застройщика нельзя. Ну, в принципе, можно их купить на вторичке. И если посмотреть, сколько они стоят, стоят они реально много. И если сравнивать с ценами, которые были последние от застройщика, они выросли где-то там в целом раза в два. Например, однокомнатная квартира стоит 160 тысяч долларов. Понятно, что с ремонтом, но это почти 3 тысячи долларов за квадратный метр. В то время как от застройщика цены были немного больше тысячи долларов за квадратный метр. Довольно-таки серьезный рост. Собственно, вот показатель, что хорошая недвижимость, она неплохо добавляет в цене. А недвижимость эта действительно неплохая. Тут хороший фасад из качественных материалов. Выглядит здание неплохо. Видно, что выбрали хорошего архитектора. Насколько я знаю, это делал архитектор Пашенько. Также тут неплохая, в принципе, архитектура. Тут активные первые фасады, там магазинчики, рестораны. Вокруг сделали реально хорошее качественное благоустройство. Единственный минус, такой серьезный, это количество паркомест. На 270 квартир тут сделали всего лишь 40 паркомест. Это ничтожно мало. Очевидно, что там у людей намного больше машин, и они заставляют ними пространство все вокруг. Там и раньше было все запарковано, а после того, как ЖК ввели в эксплуатацию, стало все еще хуже. Отопление там централизованное, утеплен минеральной ватой. А вот из минусов, сказал бы, довольно-таки потолки низкие, там 2,7 метра, мне кажется, для ЖК такой стоимости, такой этажности, когда вы делаете все-таки высоточку 25 этажей, ну, 2,7 метра потолки как-то низко. С другой стороны, они бы так бы не уложились в 25 этажей, и, сделав потолки более высокие, тогда пришлось бы уменьшить количество этажей, потому что там регламентируется не количество этажей, а общая высота здания 73,5 метра по ДБН. А если ты вылазишь за эту цифру, то там уже другие нормы. Снова Московский. Суд постановил переименовать проспект Бандеры. В 2016 году переименовали множество улиц, ссылаясь на закон о осуждении коммунизма и нацизма. Но очевидно, что множество улиц, которые КМДА переименовало, никакого отношения к коммунизму не имеет. Например, тот же Московский проспект или улицы Суворова и Кутузова. И ежу понятно, что Кутузов, Суворов и Москва появились задолго до коммунизма. И вообще вот эта боязнь слова Москвы, мне кажется, странная, потому что Москва была основана киевским князем, долгоруким, это Киевская Русь, на которую мы претендуем, что мы их наследники. Поэтому странно вообще боязнь такого слова Москва и переименовать его. Другое дело, что мне, если честно, не нравилось иметь в городе столько улиц, площадей и там даже мост Московский, потому что это банально неудобно. Просто по всему городу разбросаны эти названия Москва, точно так же, как и Тараса Шевченко, где у нас есть и площадь, и бульвар, и станция метро, и все они в разных местах. То есть это банально неудобно. Точно так же было с Московской улицей, Московским проспектом, Московская площадь. Это точно так же неудобно. Поэтому вполне логично их было переименовать. Что касается переименования проспекта на проспект Бандеры, у меня абсолютно по этому поводу не бомбит. Достаточно почитать вообще, кто такой Бандера. Про него просто создали кучу мифов, российская пропаганда. А в принципе это был человек, который боролся за независимость Украины. Ну да, у него там были взгляды немножко авторитарные, тоталитарные касательно управления. Но это было такое время. Тогда это было даже модно. Я не являюсь его поклонником, не поддерживаю любой культ личности, потому что все эти шествия с портретами, факивами, мне это немножко напоминает шествие того же Ленина. И мне кажется, любой культ личности это плохо. Но в то же время человек, который боролся за независимость Украины, которая сейчас, собственно, и есть независимая, как-то увековечить его память, это будет достойно. Тем более, как-то сейчас название проспект Бандеры прижился, все о нем знают. Я бы еще, может, мост переименовал. Мне, например, не нравится, что это Северный мост, хотя по генплану Киева Северный мост должен быть севернее, а это мост все-таки будет, получается, у нас Северный мост, но за ним будет еще какой-то мост, что как-то нелогично. Мне кажется, Северный мост, он должен быть как бы крайне мусловно. Мне бы хотелось вообще, чтобы мост, да и проспект назывался в честь инженера-конструктора как раз-таки мостов Фукса. Мне кажется, мост Фукса было бы здорово, и нейтральное название ни у кого бы от них не бомбило. А вообще, с этих всех переименований, я уверен, потирают ручки производители этих табличек, и они просто счастливы от любых переименований. Может, в этом весь и сыр. Украина после 2023 года полностью откажется от электроэнергии с Россией и Беларуси. Не то, чтобы нам эта энергия была сильно нужна. Дело в том, что в Советском Союзе, когда не было вообще никаких границ, просто сети к селам, к домам подводили так, как это наиболее рационально и удобно. Некоторые приграничные такие села было удобно подключать со стороны Беларуси и со стороны Украины. После развала все это так и осталось, и поэтому, чем подводить с украинской какой-то электростанции электросеть, было выгоднее и удобнее закупать в Беларуси и в России. Сейчас мы хотим полностью сделать независимую свою энергосистему. Это, наверное, правильно. И вот в 2023 году мы сможем это реализовать. Я надеюсь. В сквере Студгородка-Нау убрали забор, который незаконно установила администрация. Администрация поставила вокруг сквера забор, чтобы вечером там не тусила молодежь, не гуляла, не веселилась, не шумела. Мне вообще очень бомбит от вот этой нормы и закона по поводу распития в общественных местах, потому что везде в Европе как раз-таки в паблике нужны для того, чтобы там проводить время, в том числе и выпивать. У нас это все очень зарегулировано. Менты ходят и щимят молодежь. Молодежь идет бухать где-то в темноте, на лавочках под подъездами, потому что там тяжелее проверить. И, собственно, из-за этого делают дворы некомфортные. Если бы молодежь себе спокойно могла тусить в пабликах, которые, собственно, и созданы для тусовки, потому что вечером там ничего не происходит. Почему там не может сидеть молодежь пить пивасик? Мне кажется, это странно. Если бы этого не было, то дворы были бы намного уютнее, и никто бы, может быть, их не огораживал заборами. А так со скверов гоняют, а пить понятно, что где-то надо веселиться молодежи. Вот они идут во дворы и делают жизнь менее комфортной для тех, кто живет в этих дворах. За год пандемии в городах Европы значительно выросло количество поездок. В Брюсселе аж на 64%. А я напомню, что у нас количество поездок выросло вообще в 2-2,5 раза. Это вообще огромный рост. Но дело в том, что рост этот тоже связан с пандемией, конечно же. И у нас это проще реализовать, потому что одно дело, когда было количество поездок 1% и стало 2, рост 2 раза, но глобально это не так ощущается. Другое дело, когда количество поездок на велосипеде было 50% и увеличилось еще на 50%, это уже намного серьезнее, конечно же. Но в целом тенденция хорошая. Очевидно, что проще дистанцироваться на открытом воздухе, на велосипеде, и летом на нем прекрасно ездить. Я, кстати, ездил летом на самокате, электросамокате, и был очень доволен. Мне он нравится даже больше, чем велосипед. В пригородных маршрутках подорожал проезд. Дело в том, что у нас пригород с городом связан только частниками, только маршрутками, поэтому, в принципе, они могут формировать ценовую политику как им угодно. Никто это не может контролировать, там нет никакой конкуренции. Город абсолютно плюет на существование агломерации, и агломерация добирается в город как может. Вот в том числе на таких ужасных маршрутках, которые вообще не предназначены для поездки между городом, потому что там нету ремней безопасности, и на скоростные магистрали им выезжать нельзя. Хорошо, что вот сейчас начали запускать электрички. Возможно, это позволит как-то улучшить ситуацию. Будем на это надеяться. Лун Миста опубликовала карту первых свиданий. Тут интересная статистика, посвященная Дню Святого Валентина, с которым я вас всех поздравляю. Спасибо, что смотрите мой канал. Можете даже подписаться. И вот эта карта интересная. Какие наиболее популярные места? А это Контрактовая площадь, площадь Льва Толстого и Золотые ворота. Люди аргументируют такой выбор тем, что хорошо знают эти места, там есть где погулять. А я еще считаю, что это пересадочные узлы, которые очень удобные и для всех в плане транспортной доступности. Потому что, скорее всего, первое свидание – это свидание у студентов и школьников, у которых нет своего транспорта. И, собственно, абсолютное большинство добирается на общественном транспорте. А вот такие пересадочные узлы – они наиболее удобные для встречи. В Киеве открыли новое общежитие для студентов экономического университета. И тут показывают фотки. Я смотрю на эти фото. Это просто какой-то ужас. Фасад ужасный. Там какие-то золотые буквы с претензией на какое-то лакшери. Комнаты тоже ужасные. Двухэтажные кровати. Там какой-то линолеум стрёмный. И выглядит это хуже, чем тюрьма в Европе. А у нас этим ещё и хвастаются. И я уверен, ещё и за эту общагу необходимо платить большие деньги. Что, разумеется, абсурд. Можно было бы сделать, уверен, за те же деньги, без вот этой претензии на лакшерность. Просто какой-то простой утилитарный ремонтик. Но, по крайней мере, в него не было бы стыдно заходить. А это просто какое-то дно. Но я прекрасно понимаю, что многие общежития в городе ещё хуже. Разумеется, такие общежития не должны существовать. И стыдно, что это абсолютно новое общежитие. Посмотрите, какие общежития строят университеты других стран развитых, как там живут студенты. Какое вообще образование может проходить в вот таких вот комнатах, вот таких вот зданиях, в таких вот условиях. Сразу в нескольких странах Европы выпал цветной снег. Дело в том, что это песок из Сахары, который перенёс южный ветер. И, собственно, снег формируется, как и любые другие осадки, вокруг пылинок. И, собственно, туда водичка притягивается, и потом она падает. Ну, в случае зимы понятно, что падает не дождь, а снег. И вот поэтому он такого жёлтого цвета. В этом нет ничего такого. Конечно, выглядит необычно, но это просто такое атмосферное явление. И такое бывает периодически, случается. Кабмин существенно повысил прогноз смертности на дорогах. Дело в том, что Кабмин воет всякие мероприятия по борьбе со смертностью на дорогах. Действуют различные программы, на которые тратятся огромные деньги. И, собственно, эти программы предполагают, что смертность с каждым годом будет понижаться. И, в принципе, мировая тенденция такова, что действительно дороги со временем становятся безопаснее. Машины становятся безопаснее. Всякие дороги тоже делают, ремонтируют. Тенденция Vision Zero, она постепенно внедряется. Внедряется и у нас. Но прогноз был таков, что к 2020 году на 100 тысяч человек будет смертность всего 4 смерти. Но реальность такова, что сейчас смертность в 2020 году 10 человек на 100 тысяч жителей. И это, разумеется, очень много. Это намного выше, чем в Европе. Просто кратно-таки выше. С этим необходимо бороться. И тут еще важный нюанс, что раньше считали смертность только ту, которая произошла непосредственно на месте аварии. А если человек умер потом через несколько дней в больнице, то это считалось не смертность на ДТП, ну, а просто человек умер в больнице. Наверное, там подавился чем-то. Причем из-за вот этого такого подсчета, что те, кто умер не на месте, а в больнице, выходит очень большая погрешность. Так, например, в 2019 году по статистике считалось, что на дорогах умерло 3454 человека. Но на самом деле потом еще в больнице скончалось 2000 человек. И в итоге прирост смертности был аж 5418 человек из-за ДТП. Это огромная цифра. Ну и вот, собственно, теперь начали считать правильно. И поняли, что у нас с смертностью на дорогах полная жопа. Необходимо что-то делать. Надеюсь, что что-то сделают. А именно, ужесточат штрафы, а также будут делать более безопасную инфраструктуру. В Верховной Раде предлагают запретить рекламу на дорогах и на улицах. Мне кажется, это абсолютно правильно. Рекламироваться лучше там, где это не может вредить, не может никого отвлечь, вследствие чего человек может получить травму, попасть в ДТП или вообще погибнуть. Поэтому лучше рекламироваться на ютубщике. Например, можно интегрировать рекламу в мой канал. Главное, чтобы вы за рулем не смотрели это. Музей истории Украины требует через суд снести капличку самострой на своей территории. Дело в том, что Десятинная церковь, на месте Десятинной церкви возле Музея истории Украины попы построили маф церковный, и там какие-то службы справляют. Выглядит это все максимально убого. Уродует город. Разумеется, такому не место быть в городе. Очень жалко, что власти на это давно закрывают глаза. Они хотят ссориться с церковниками. Понятно, потому что им важно и этот электорат. Но это все уродует город. И действительно, с этим надо что-то делать. Поэтому тут абсолютно я на стороне музея. Очевидно, что такое уродство необходимо снести и сделать там что-то нормальное. За 2020 год украинские предприниматели оплатили 27,6 миллиарда гривен налогов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Мне кажется, это очень красноречивые цифры. Несмотря на то, что были налоговые льготы в связи с карантином, люди заплатили больше налогов. И вот, собственно, отличный показатель, что чем меньше государство будет с тебя требовать этих налогов, тем больше люди их будут платить. И охотнее. Поэтому необходимо налоги понижать. И тогда будет красота. Тогда все будут выходить из тени и платить небольшие налоги. И государство от этого только выиграет. Кран-великан ЛК-800 начал свою миссию на Запорожском мосту и уже смонтировал нижний ярус опоры. Кран ЛК-800 – это самый большой плавучий кран, любимый наш Захарий. Не понимаю, почему стыдятся называть его имя. Может быть, потому что он упал в Киеве когда-то. Но я думаю, что это ничего. Он знаменитый и имя у него хорошее. Поэтому лучше называть его Захарий. Он поднял нижний ярус опоры, который весит 218 тонн. Это огромный вес. И здорово, что у нас есть такой кран, который еще и востребован в мире, потому что до этого этот кран работал в Стамбуле. Сейчас он вернулся в Украину делать мосты через Днепр. И это прекрасно. Мне кажется, таким объектом можно гордиться. Точно так же, как и Мрией. На этом все. Вот такие вот новости. Как всегда, жду в ваших комментариях. С любопытством их читаю, отвечаю, лайкаю. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Пока.